Вот смотрите, вот это вот все получилось из-за того, что администрация ПУ-11 не соизволила выявить и проявить свои обязанности, принести передачу ту, которую сюда родители принесли. Все продукты испорчены на очень огромную сумму денег, и никто это не возмещает, ничего. Нам другого выхода не оставалось только так, как пойти на вот такие радикальные меры. Даже после этого, видя вот это все, вот то, что вы видите своими глазами, даже после этого, она не принимает никаких мер вообще, ничего не делает для того, для того, я вот сидя, сейчас истекаю кровью, даже видя это все, они не делают ничего для того, чтобы как-то уладить этот весь инцидент. Это все их вина. Вот посмотрите, чем они нас кормят. Вот это вот мясо, это мясо так называемое, оно все на семерых человек. Вот это на семерых человек, оно все в перьях, все в перьях. Такое впечатление, что эту курицу забили на ходу. Вы понимаете? Это очень, очень, очень плохо. Мы зовем сюда, звали неоднократно, зовем сюда хозяина, Келлару. Не приходит, он игнорирует наши все эти, то, что мы его зовем. Он игнорирует даже своих работников, которому неоднократно звонят, чтобы он сюда пришел. Он это все игнорирует. Видите ли, он, у него куматрия. Он, у него праздник. Значит, у него в семье должен быть праздник, а в наших семьях должно быть горе. Получается так. Другого выхода мы не видим, только как принимать. И на этом мы еще не останавливаемся. Это будет продолжение. Мы хотим всех, хотим к вам обратиться, госпожа Добижа. Примите какие-то подобные меры. Для того, чтобы впредь такого не было, для того, чтобы впредь не страдали не то, что мы, не только мы, а чтобы не страдали наши родные и близкие люди, которые спертаются, как-то о нас заботятся, стараются. Для того, чтобы мы не умерли здесь с голоду. А в другом случае мы просто действительно здесь умрем с голоду. Мы всю еду, мы здесь невозможно кушать. Мы еду не принимаем, потому что мы едим только то, что нам приносят наши родственники. И вот сейчас даже нам принесли, и это не пускают. Это сюда нам не дают. И все испортилось. И еще раз повторяю, что испортилось продуктов на очень огромную сумму. Для наших родителей, наших родственников, это ощутимый урон. Это ощутимый. Наши матери, получая пенсию, получая пенсию, вот вы сейчас видите, даже ползалито этот кровью. Наши матеря, получая пенсию, заботятся о нас. А такой, как хозяин, как Эткелару, как эта режимная часть, все это просто-напросто берут и выбрасывают в мусорку, прямым словом. Они, это для чего? Для того, чтобы они хотят, чтобы моя мама, чтобы наши матеря еще со своей пенсией уйдили. Не то, чтобы заботились о нас, а чтобы еще позаботились о семье, Келару и режимной части, и дали им еще деньги, потому что они скажут в прямую, что заплатите нам, и мы все будем делать. Шесть часов, шесть часов. Родственники стоят. И в итоге их еще берут и выгоняют. Их еще отгоняют прямо от КТП. Госпожа министр, госпожа министр, очень вас просим, примите им соответствующие меры для того, чтобы впредь такого не было. Увидели, что этот провоказывает, этот КИП. Увидели, увидели, что обостряется ситуация. Подсунули, не знаю, какой-то там запрещенный предмет. Какой-то запрещенный предмет, провод какой-то поставили в ту еду. Сказали нам, что что-то нашли. То приняли передачу, приняли пищу, потом отдали обратно ее. И не знаем уже, что и делать, и как. Мы вынуждены, вынуждены идти на крайние меры, потому что мы хотим кушать. Мы голодные здесь, и мы просим своих родных и близких, чтобы они нам принесли, потому что администрация нам не дает. Мы просим целый день, у них вообще 6 часов, мы подряд ждем, вызываем начальника ПУ. ПУ-11. И он вообще, сказали нам, что он не придет, он не хочет. У него куматрия, он сейчас на празднике. И он не придет к нам. Мы очень сильно надеемся, очень сильно надеемся на вашу компетентность, на то, что вы примете соответствующие меры для того, чтобы впредь такого не было. Да, мы наказаны, мы наказаны законом, но не до такой степени, чтобы нас лишали того, что из куска хлеба, который пытаются как-то принести наши родные и близкие. Да, мы уже идем на то, что мы уже не требуем того, что нам действительно положено. Так пускай нам дадут уже хотя бы то, что мы можем сами как-то о себе позаботиться, и наши родные и близкие могут о нас позаботиться. Мы очень надеемся на то, что вы примете меры, что вы еще и навестите это учреждение, и посмотрите, сами проверите. Очень неожиданно, чтобы вы приехали сюда с комиссией, вы все это увидите своими глазами, и вы поймете, что это не фантазии, что это не преувеличение, что вы будете сами видеть, что там, что тут творится. Что тут творится. Вы будете это все видеть своими глазами. Когда вы сюда приезжаете, они вам показывают только то, что вам нужно показать. А саму то, что творится, истинное, вот эту изюминку они вам не показывают, потому что знают, чем это для них обернется. Конкретно начальник режима, замхозяина. Когда мы ему плотим, он нам приносит. Когда не плотим, не приносит. Хотят денег, все хотят денег. У нас уже нет денег. Сколько было, мы им давали. 100 лей, 200 лей, сколько было мы... Потому что ему нужно цветы подарить своей жене. Ему нужно хорошие сигареты курить. Ему нужно, это самое, он попал в аварию, он разбил машину. Ему нужно машину сделать. Он просит, чтобы ему дали денег, помогли ему сделать в автосервисе машину. Тогда он нам пойдет на уступки и будет нам пропускать все, что надо и не надо. Неоднократно приносил запрещенные предметы и неоднократно приносил алкоголь и так далее и тому подобное. Об этом можно очень много говорить. Мы просто хотим, чтобы вы приехали в ПУ-11 и вызвали на беседу Гутюма Сергея Ивановича, Симака, Безман Сергея. Для того мы хотим с вами поговорить, потому что нас никто не слушает, никто не слушает. Вообще администрация только провоцировала. Администрация нас провоцирует и говорит, можете резаться, хоть умереть здесь. Мы все равно Келару на Куматрии, он не хочет приезжать. И приедет через пару дней, тогда решите. Нам что остается, умереть здесь и все. Зачем нас тогда лишили? Мы сами, мы сами уже добываем себе, сами добываем себе. Родные заботятся о пище, чтобы мы питались, чтобы мы лечились, потому что нам не выдают ни медикаменты, ничего не выдают. Только дают одну таблетку, ломают ее напополам. Говорят, одна половинка от головы, другая от геморроя, извините за выражение. И вот и все, здесь больше ничего. Примите, здесь беспредел полный, беспредел полный. Мы просим неоднократно, чтобы тех осужденных, которые находятся здесь, находятся здесь на первоначальном режиме, либо как жластные нарушители даже, но которые находятся здесь, но они могут находиться ближе к месту проживания, там, где их неродные, потому что старушка-мать не в состоянии приехать за 500 километров сюда. Но ни департамент, ни хозяин не этапируют туда, ближе к дому, для отбывания наказания. Они вообще не предпринимают никаких мер. Куда бы мы не обращали, чтобы мы не говорили, чтобы мы не делали. Мы очень надеемся, что вы после всего этого, увидев это, услышав, вы просто-напросто примете эти соответствующие меры. Да, мы знаем, что на нас это возможно отразится, что...